В Иркутской области изменены правила посещения торгово-развлекательных центров и объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше тысячи квадратных метров. Их посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт, а также один из следующих документов. Сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтвержденный QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев. Документ, выданный медорганизацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев. Либо документ, выданный медорганизацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Данное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет. Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Игорь Кобзев. В период, когда люди будут с 30 октября по 7 ноября находиться дома, им рекомендуют ограничить свой круг общения. Одно из условий, необходимых для того, чтобы остановить эпидемию, говорят специалисты, является разобщенность населения. Именно сегодня снизить возможность посещения мест массового пребывания людей и определиться в этот период, 9 дней, чтобы побыть дома, с семьей, привлечь внимание родных и близких и снизить нагрузку на места общественного пользования. Мы приостановили деятельность и детского развлекательного направления. Я уверен, что многие, конечно, сейчас критикуют. Любое решение, которое бы я принял, оно бы подвергло сомнению. Но если сегодня эпидемиологи и врачебное сообщество говорят, что разобщенность – это основной итог прерывания в вопросах эпидемии, и в рамках оперативного штаба мы это сделали. Также с 30 октября приостанавливается деятельность организации, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг. Глава региона подчеркнул, что в ближайшие дни будут усилены рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры и транспорта.